время сказок я реально превращаюсь в блогера потому что что-то количество видосов которые с какой-то болтовней стало чуть ли не превышать видосов действительной работы но не об этом поговорим знаете о чем а ктм я выпустил видео в общем почему видео к тему 1 и что я них ничего не знаю но те кто так думают конечно страшно мне кажется те люди которые думают что я не знаю какой-то общей информации о ктм их да что я с ними никогда не работал вообще не знаю я этих людей вижу как людей которые подходят к берегу моря смотрят моря и говорят кита нет акул нет значит их не существует но такое такого же мнения о них вот так я их вижу ну и значит снял я видео по обслуживанию 990 адвенчера мотоцикл старый ухлопанный ну и я не занимаюсь к тему потому что каждый должен заниматься своим делом и своя специфика присутствует но этим я занимался потому что старый знакомый который обслуживал у меня уже не один мотоцикл очень сильно попросил его обслужить ну и в принципе почему бы нет если весь концерт естественно финансово мотивировался и там я открыл ящик пандоры сразу появилась орда вот этих вот ранимых беременных мужиков среднего возраста для которых ктм 990 был остается а может быть и есть мечтой или несбыточной мечтой и как же как же я их игрушку их мечту задел и там думал что так гарри воняет а это жопу подгорали ну вот собственно отбросив вот это многие могут подумать что я как-то негативно отношусь к тем и в принципе а к темах у нас сложилось ну очень такое странное понятие то это ненадежно что это дорого и так далее я сейчас вам хочу объяснить свою точку зрения и может быть это поможет вам воспринять этот мотоцикл по-другому и наконец-то хотя бы для маленькой части людей откроется другой мир мир такой который не вяжется с их в принципе пониманием происходящих говорить мы будем не старых ктм и говорить мы будем не об истории ктм а скажем так об актуальных ктмах и таких моделях ну которые условно на слуху но это естественно мотоцикл не старше 10 лет все что старше 10 лет она является хламом и тут я задену даже тему тему как сказать ну чем ктм например выгоднее лучше или хуже японского мотоцикла или чем японский мотоцикл лучше или хуже в общем смотрите моя точка зрения такова что ктм во-первых в плане покупки ктм надо покупать либо новый на гарантии либо очень свежий либо вы должны быть фанатом этой марки и понимать за что вы платите деньги если вы обычный обыватель который ведется или кому-то подсказали что надо взять ктм вы просто охренеете и у вас сложится вот такое вот мнение тоже что ктм ненадежно ктм ломается ктм дорого так вот ктм он не для всех совершенно не для всех это мотоцикл не для массового использования но давайте я буду для примера возьмем ну я может что ты буду по-другому говорить ну ладно возьмем три модели например это у нас smc он же endure r 690 потом возьмем 890 890 адвенчера и вот эти вот все коровы и которая идет 1190 1290 сейчас там нибудь уже 1390 1490 и так пока цифры не закончится а благо арабы цифр много придумали поэтому ктм еще жить и жить так вот надежен ли ктм конечно же нет и почему я так об этом смело говорю без стеснения потому что мало-мальски кто разбирается в технике он понимает что волшебства не бывает давайте на примерах смотрите у меня yamaha tennery 700 здорово и теперь смотрим ступо на цифра значит на ктм с примерно схожего объема если взять 790 сняты 110 лошадиных сил а стэнери снято условно 75 лошадиных сил какой надежности вы ожидаете от по факту спортивного снаряда у ктм задирают распредвалы там на 40 тысячах да и чего вы понимаете что они снимают с единицы объема максимальную мощность и все это приправлено максимально низким весом и вы еще хотите чтобы она была ресурсно я думаю ну как думаю я уверен что ктм это бы мог сделать но какая была бы цена за это все абсолютно не конкурентно способна я думаю да ктм и так делает технику на очень высоком уровне инженерным то есть покупая свежий как тм в единицу времени в который вы находитесь вы получаете максимально возможное оснащение мотоцикла которое есть на данный момент на рынке у вас будут лучшие тормоза у вас будет лучшая подвеска у вас будет лучшая развесовка у вас будет лучшее соотношение мощности к массе и вы от этого никуда не денешься и нельзя это не признать и нельзя за это не уважать ктм но надо понимать что ктм это мотоцикл не для обывателя это нишевый мотоцикл нишевый понимаете он создан для тех кто ценит мотоцикл за ездовые качества он развалится да раньше чем тот же тенри тенри вообще никогда не развалится условно ресурс намного больше но понимаете этот ресурс нивелируется тем что у тебя усредненные подвески усредненные тормоза усредненная разрисовка усредненное все но на дистанции но на дистанции тенри например тот же будет в продаже гораздо ликвиднее ктм потому что как раз вот этот вот заложенный ресурс он на дистанции вам дает уверенность уверенность в том что мотоцикл заведется уверенность в том что мотоцикл поедет но все время эксплуатации у вас будет обывательское вы будете ездить всегда на чем-то усредненным подогнанным и унифицированным в случае с ктм вообще все по другому то есть вы не понимаете ктм а потому что не понимаете все его идеи ктм он будет не ликвиден так на рынке сравнивая одинаковый возраст ну просто для примера я говорю того же тенри как эталон японского среднекубатурного турэндуро и ктм ну например сравнивая 790 790 будет тяжелее продать за это время на нем будет больше поломок когда вы поедете куда-то на ктм у вас не будет полной уверенности что вы с утра запустите мотоцикл и вернетесь обратно ну понимаете он для как драйверский мотоцикл во вот какое умное слово он для езды он не для вот это вот прагматизма когда ой да я там вот продавать буду а будет ликвидный или нет вот для вас да действительно созданные японцы которые усредненно скучные которым о да мне тормозов хватает о да мне подвесок хватает ой ктм жесткий ой ктм ломает и вот эти вот люди сформируют у вас мнение об этом мотоцикле а мотоцикл этот вообще не про это и есть куча людей которые знают что ктм разваливается но тем не менее они его покупают и ездят потому что как я уже сказал никто вам не даст таких подвесок тормозов развесовок и отдачи мотора как ктм и не важно этот какой будет ктм что шестьсот девяностый один цилиндр вот этой ярости у него рокера сжирает у него там то а два вы вообще найдите сопоставимый мотоцикл с такими же мощностными характеристиками с одного цилиндра вы его не найдете я скажу вам больше в принципе одноцилиндрового мотоцикла такого объема не осталось у производителей это делает только ктм и хоскварна ну да правда это тот же ктм ну да ладно потом вот эти вот есть дебилы а есть адекватные владельцы вот дебилы начинают сравнивать то есть ну когда у тебя этот не сформировано как то вот мнение не сформирована не сформирована личность ты постоянно пытаешься вот я не знаю холодное с коротким сравнивать и вот эти вот люди да японцы хлам ктм на соревнованиях а ты на своем ктм проехай в режиме просто езды на повседнев и что-то мне подсказывает что у тебя этот друг мой не сильно умом одаренный не получится ктм будет на соревнованиях только о чудо чтобы выступать на соревнованиях у тебя должен быть вот такой мешок денег чтобы поддерживать гоночную команду этот мотоцикл после каждой гонки после каждого этапа становится практически новым и речи про ресурс там не идет время там время речь там идет об отдаче в единицу времени и да тут ктм естественно лучше всех и вот эту вот философию спортивные ready to race да спортивные намеки ктм несет в принципе и в свои скажем так гражданские мотоциклы которые по факту гражданскими очень слабо являются но вот если проводить аналогии с автомобилем ктм это из того что вот на слуху lancer evolution это subaru rx sti это golf gti это bmw m-серии это mercedes amg оно нишевое оно разваливается но те показатели которые она выдает пока эта машина новая этого ни у кого нету и вы получаете удовольствие почему я сказал что ктм это мотоцикл по сути для первого владельца но либо покупать надо супер маленьким пробегом потому что вот первый владелец тот заложенный ресурс до момента выхода новой модели или обновления он отъездит а что там будет у второго владельца ну это вот эти кошкины слезки которые потом льют что ктм разваливается про дизайн ктм я молчу тут вырви глаз мне он не нравится ни в каком виде вообще ну вот не могу я это вообще принять но это никак не делает мотоцикл хуже или лучше это мое мнение на внешний вид но как я сказал нельзя не уважать ктм за то что они делают они единственные кто таким занимаются они единственные кто тебя максимально точнее технику на которой ты ездишь и тебя максимально ощущениями приближает вот реальному тему легендам дакара гонщикам и прочее потому что этот мотоцикл во многом делает все за тебя потому что настолько все заточено под четкое управление под контроль и прочее что ты там просто биомасса с руками и ногами которая мешает мотоциклу ехать вот и все но как я сказал за все есть плата за все есть плата ресурсов вот и все и как правило ктм то это в принципе не дешевый мотоцикл даже в плане покупки ну окей на самом деле сейчас вот например вот сейчас август или август июнь еще двадцать четвертого года какой он восемьсот девяностое адвенчир и тенери семьсотый стоят одинаково по факту но тут каждый что выбирает на за один деньги просят за ресурс за другой деньги просят за отдачу и ктм вот тоже семьсот девяностое ой там распредвалы на сорока тысячах задирает и чё пока ты наездишь сорок тысяч пройдет то время когда выйдет обновление этого мотоцикла и вот к чему я говорил про цену потому что этот мотоцикл не для бюджетников и обычно эти люди отъезжают этот ресурс сдают мотоцикл и берут себе новый обновленный такова жизнь как я записывал до этого видео не знаю когда он там выйдет в каком порядке но все мотоциклы хороши но не все для вас и кстати вот что отличает ктм на самом деле от каких-то других не японских марок то что на него у нас так сложилось что развита огромная биосистема на него есть запчасти на него есть люди которые покупают ну точнее продают тебе запчасти люди которые тебе помогут есть фан-база огромная плюс есть в открытом доступе каталоги запчастей и в этом нету проблем но я езжу на тенри почему я езжу на тенри ну потому что в тот момент времени ну как не то что момент времени а у меня другие цели и задачи я как раз вот про тот утилитарность про надежность про ликвидность на вторичке и так далее плюс это был мой первый мотоцикл который я первый раз в жизни купил новым а не бушным и когда ты вот осуществляет первая жизнь такую покупку зная все проблемы того же ктм ну и то что дизайн не нравится такой но я не готов отдавать такую сумму зная что мотоцикл по надежности как бы сомнительный поэтому я езжу на тенри хотел бы я себе характеристики ктм да конечно я прекрасно осознаю что мотоциклы есть разные и один другой никогда не перекроет и да если бы тот же тенри был по характеристикам как 890 и 790 это был бы не мотоцикл просто а ракета но к сожалению такого невозможно каждый производитель предлагает вам что-то свое и в чем-то он лучше в чем-то он хуже в чем-то для вас это подходит в чем-то не подходит вот и все и в этом не должно быть проблем так что те кто говорят что ктм это плохой мотоцикл это люди которые не умеют ездить на мотоцикла потому что они не могут раскрыть ресурс даже той же honda nc 700 не говоря уже о ктм какой им ктм им вот просто и все но эти люди как правило больше всех пишут что ктм ненадежный и плохой а те кто хотят купить ктм они покупают ктм не знаю все его проблемы несмотря на то что у него есть известные проблемы то что он дорогой в обслуживании и так далее потому что они знают за что они платят деньги вот и все так что мое отношение ктм это та марка которая заслуживает уважения которая имеет гоночное наследие и это не китайская срань с красивой рекламой и больше ничем не подтверждена а ктм это мотоцикл с историей в первую очередь с историей выступления на дакаре и с известными гонщиками и что то я не вижу пока что супер достижений от именитых гонщиков на дакаре на китайских попердушках не того уровня а ктм это мотоцикл который себе имя уже заработал и только за это его надо уважать как и стоит уважать ямаху хонду сузуки прости господи кавасаки априле дукате мото гуце и все остальные кроме китайских попердушек которые кичатся только тем что они мы копия брп мы копия ктм мы копия бмв мы копия хонды мы копия ямахи это как старая поговорка как жизнь как у латыша в смысле как у латыша один хуй и не гроша вот и все так что вот такая вот история на этом я думаю стоит закончить с вами была мастерская банк мотогараж я Сергей Панкратов и наверное на этом мое отношение к ктм максимально теперь раскрыто для публики на этом у меня все в этом то он о то это Продолжение следует...